Российская пропаганда активно формирует образ Китая как надежного и давнего союзника, подчеркивая гармоничные отношения и взаимовыгодное сотрудничество. В медиа РФ часто встречаются сюжеты о совместных экономических проектах, военных учениях и политических соглашениях, кто создает иллюзию дружбы и безоблачного партнерства между странами. Однако реальная история отношений России и Китая полна напряженности и конфликтов. От пограничных войн 17-19 веков до идеологических разногласий и вооруженных столкновений в 20 веке отношения России и Китая всегда были очень непростыми и напряженными. Да и сегодняшняя ситуация кажущегося союзничества совсем не является константой. Но для чего современная российская пропаганда создает миф о вечной дружбе с Китаем, тщательно скрывая многочисленные исторические и текущие противоречия? Давайте разбираться. А вначале у меня для вас важная просьба. Подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Поставьте лайк и напишите комментарий. Также вы можете поддержать наш труд на платформах Patreon и BuyMeCoffee, но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Итак, миф о традиционно дружественных отношениях между Россией и Китаем не учитывает многовековую историю конфликтов и соперничества. В 17 веке две не особо дружественные империи начали сталкиваться из-за территорий, которые каждая из них стремилась контролировать. Россия стремилась активно продвигаться на восток, мечтая расширить свои владения. В это время цинский Китай также стремился укрепить свои позиции в регионе. Этот конфликт интересов привел к серии столкновений, кульминацией которых стала война 1685-1686 годов. Россия стремилась закрепить свое присутствие на Амуре, в то время как Китай пытался вытеснить ее с этой территории. Война завершилась подписанием Нерчинского договора в 1689 году. Это было первое официальное соглашение между двумя странами, установившее границы и регламентировавшее торговлю. Однако договор был досмысленным и не решил все спорные вопросы. Границы оставались неопределенными и обе стороны продолжали претендовать на одни и те же территории, что создавало почву для будущих конфликтов. В 19 веке Россия значительно усилила свою экспансию на Дальнем Востоке. В то время Китай переживал период внутренних смут и внешнего давления, что делало его уязвимым перед агрессивной политикой соседей. Россия по своей обычной привычке воспользовалась слабостью страны и начала активно аннексировать китайские территории в регионе. В результате агрессивных действий россиян китайцы вынуждены были пойти на уступки. Айгунский договор 1858 года и Пекинский договор 1860 закрепили за Россией огромные территории, включая Приморье и Преамурье. Эти договоры были подписаны под давлением и в условиях ослабления Китая после поражения в опиумных войнах и внутренних восстаний. В результате Китай потерял значительные территории, что вызвало глубокое недовольство и чувство несправедливости. Эти пограничные конфликты оставили глубокий след в отношениях между Россией и Китаем. Несмотря на формальные соглашения, недоверие и взаимные претензии сохранялись. Россия и Китай видели друг в друге потенциальных соперников, что усложняло их дипломатические и экономические взаимоотношения. После революции 1917 года и создания СССР отношения между Россией и Китаем оставались сложными и противоречивыми. В начале 20 века Российская империя поддерживала различные китайские революционные движения, стремясь расширить свое влияние, однако после прихода к власти большевиков приоритеты изменились. В 1949 году, после создания Китайской Народной Республики КНР, Советский Союз активно поддержал новое правительство Мао Цзэдуна. Это было время надежд и амбиций, когда две крупнейшие коммунистические державы мира стремились создать мощный союз. Советский Союз предоставил значительную экономическую и военную помощь Китаю, помогая восстановить разрушенную войну экономику и модернизировать армию. Советские инженеры и специалисты работали на китайских заводах, строились совместные предприятия, а китайские студенты обучались в советских вузах. Союз двух коммунистических держав казался крепким и перспективным. Однако в 1960-х годах отношения начали стремительно ухудшаться. Идеологические разногласия между коммунистическими партиями СССР и Китая стали причиной серьезных разногласий. Мао Цзэдун критиковал советское руководство за ревизионизм и отступление от истинных коммунистических идеалов. Хрущев, в свою очередь, осуждал маоистские эксперименты, такие как «Великий скачок вперед», которые привели к массовому голоду и гибели миллионов китайцев. Эти идеологические разногласия стали причиной открытой враждебности и привели к разрыву дипломатических отношений. Кульминацией напряженности стали пограничные военные конфликты на реке Уссури в 1969 году. Самый известный инцидент произошел на острове Даманский или Джаньбао по-китайски, когда вооруженные столкновения между советскими и китайскими пограничниками привели к гибели сотен солдат с обеих сторон. Эти конфликты показали глубину недоверия и враждебности между двумя странами. В течение нескольких месяцев ситуация оставалась на грани полномасштабной войны, и лишь дипломатические усилия и международное давление помогли избежать эскалации. Пограничные конфликты и идеологические разногласия оставили глубокий след в отношениях между СССР и Китаем. Несмотря на временные улучшения, в 1980-х годах доверие между двумя странами так и не было полностью восстановлено. Сегодня отношения между Россией и Китаем основываются на прагматизме и взаимной выгоде. Обе страны стремятся укрепить свои позиции на международной арене через сотрудничество в разных сферах. Однако это сотрудничество не исключает недоверия и скрытой конкуренции. Россия и Китай используют друг друга для достижения стратегических целей, но их отношения далеки от идеализированной дружбы. Чтобы завоевать благосклонность Поднебесной России в начале 2000-х даже пришлось пойти на значительные территориальные уступки Китаю, что вызвало ослабление позиций РФ. Речь идет о передаче китайцам острова Тарабаров и части Большого Уссурийского острова. В результате Китай получил ряд российских территорий общей площадью целых 337 квадратных километров. Такова одна из цен, которую платят россияне за якобы дружбу с Китаем. Несмотря на экономическое сотрудничество между странами, которые выгоднее больше России, Китай активно расширяет свое влияние в Средней Азии, что вызывает беспокойство в Кремле, традиционно рассматривающему этот регион как свою зону влияния. Кроме того, Китай стремится диверсифицировать свои источники энергоресурсов, что может ослабить сотрудничество с Россией в этой сфере. Оба государства проводят регулярные военно-морские и сухопутные учения, демонстрируя свою готовность к совместным действиям в случае необходимости. Однако, несмотря на видимость партнерства, Россия внимательно следит за ростом военной мощи Китая и его амбициями в регионе. Оба государства стремятся избежать прямой конфронтации, но их военное сотрудничество носит прагматический характер и основано на необходимости, а не на доверии. На международной арене Россия и Китай часто выступают союзниками, защищая свои интересы в ООН и других международных организациях. Они провозглашают противостояние доминированию Запада и стремятся создать свой многополярный мир. Однако политическое сотрудничество также имеет свои ограничения, поскольку Китай преследует свои собственные цели и не всегда готов идти на компромиссы с Россией. Внутренние политические интересы и стратегические приоритеты могут различаться, что приводит к периодическим разногласиям. История отношений России и Китая полна конфликтов и соперничества, что контрастирует с пропагандистскими утверждениями об их вековой дружбе. Понимание этих исторических реалий помогает лучше оценить современные отношения между двумя странами и избегать наивных представлений о дружественной истории. Современные отношения России и Китая основаны на прагматизме и ситуативной выгоде, но не исключают недоверие и скрытой конкуренции. Эти отношения характеризуются сложной динамикой, в которой взаимная выгода сочетается с конкуренцией и стратегическими расчетами. Обе страны продолжают использовать друг друга для достижения своих целей, но их партнерство остается весьма и весьма условным и хрупким. И уже сейчас невооруженным взглядом виден явный перекос в этом так называемом сотрудничестве двух стран. Чем дальше, тем больше Россия начинает походить на милитаризированную колонию Китая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова